В этом уроке мы с вами научимся работать с презентациями, которые помогут нам сделать наши уроки максимально наглядными и наши учебные материалы будут наиболее доступными для наших учащихся. Для начала нужно понять основную цель, для чего нам нужно уметь использовать презентации и вообще для чего эти презентации создаются. Презентации создаются для того, чтобы визуализировать объяснение. Все дело в том, что большую часть информации человек воспринимает зрительно. Не зря мы знаем пословицу, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Естественно, если мы покажем нашим учащимся какое-то дерево, о котором в данный момент идет речь, то они лучше воспримят эту информацию, чем просто каждый подумает про это дерево по-своему. Вот именно для этого мы можем использовать презентации на своих уроках и нам в этом поможет программа из офисного пакета. Опять же, это программа Microsoft Office PowerPoint. Выбираем эту программу среди всех программ. Кстати, мы можем ее ярлык разместить на рабочий стол, потому что она довольно-таки часто нами будет использоваться. Давайте нажмем файл, создать новая презентация. А вот эту презентацию, которая у нас открылась, закроем. Свернем и давайте сделаем ярлык на рабочем столе. Выбираем Microsoft Office и вот таким вот образом просто берем левую кнопочку мыши, зажимаем и перетаскиваем на рабочий стол. Вот теперь у нас есть ярлык, с помощью которого мы можем быстро загружать программу Microsoft PowerPoint и создавать презентации. Итак, мы видим уже знакомое нам окно с кнопками для быстрого выполнения каких-то команд. Свернуть, восстановить, закрыть. И лента с основными командами, которые мы можем выполнять над объектами нашей презентации. Единственное, что здесь изменилось, это рабочая область. Потому что в этой рабочей области у нас все предназначено для того, чтобы мы располагали здесь картинки, тексты, тезисы основные и так далее. Именно наглядные материалы, но никак не работу с текстом. Вот главная ошибка, которую совершают люди, начинающие создавать презентацию, заключается в том, что они используют тексты, вместо того, чтобы кратко и понятно показать схемы, основные тезисы, основные определения и визуализировать материал с помощью картинок или видео. Вот именно для этого всего перечисленного только что создана презентация, но никак не для того, чтобы мы здесь создавали тексты. Итак, давайте опять же рассмотрим основные вкладки, сориентируемся в самой программе и попробуем создать простенькую презентацию. И уже вот этого урока вам будет достаточно для того, чтобы вы смогли самостоятельно создавать презентации и работать с ними на своих уроках. Итак, вкладка файл, как всегда, у нас предназначена для того, чтобы мы могли сохранять сам файл нашей работы. Кстати, напомню, что мы сейчас должны нажать файл «Сохранить как» еще до начала разработки нашей презентации, для того, чтобы в случае, если пропадет электричество или еще что-то произойдет, у нас осталась работа наша сохраненной. Заходим в рабочую папку и здесь, поскольку мы учимся делать уже презентации, мы с вами создадим новую папку, которую так и назовем «Презентации». И здесь пропишем имя нашему файлу. Ну, давайте, например, создадим презентацию на тему «Персональный компьютер» или «Устройство компьютера» и нажмем «Сохранить». Вот теперь мы точно уверены, что наш файлик никуда не пропадет. Мы можем даже сейчас зайти в проводник и проверить, что он находится на месте. Вот у нас этот файл. Кстати, файл, который периодически мы здесь видим, это временный файл, над которым мы работаем. Он существует в тот момент, пока открыта у нас программа. Поэтому на него не обращайте внимания, как только мы закроем программу, он пропадет. Итак, вот у нас файл «Устройство компьютера» и мы сейчас можем приступать к разработке нашей презентации. Мы с вами уже сказали, что все, что мы можем делать с файлом, находится в соответствующей вкладке «Файл». То есть мы здесь его можем сохранять, открывать, создавать новый, печатать уже имеющийся файл и так далее. Далее перейдем на вкладку «Главное». На вкладке «Главное» у нас всегда находятся основные команды, которые наиболее часто используются при работе с данной программой. Вкладка «Вставка» аналогично вкладке «Вставки в программе Microsoft Word» позволяет нам вставлять картинки в нашу презентацию. Кстати, в презентациях мы вставкой будем пользоваться чаще, чем в программе Microsoft Word, в которой мы создавали тексты. Потому что здесь все в основном будет построено на вставляемых объектах, а не на тексте и не на его форматировании. Далее у нас дизайн презентации. То есть для каждой презентации мы можем выбрать уже какой-то заготовленный дизайн. Но лучше всего делать черным по белому. Ну естественно, если вы какие-то дизайны интересные нашли, то можно их использовать. Мы будем использовать простой вариант черным по белому. Далее у нас есть переходы. Это при переключении со слайда в слайд мы можем использовать какие-то эффекты. Ну например, пульсация, прорезание, выцветание. То есть будет постепенно появляться слайд. Сдвиг, появление и так далее. Можем не использовать переходы. Для этого нажимаем нет. Далее идет анимации. То есть для каждого объекта в презентациях мы можем задавать какие-то анимации. Ну например, объект у нас появится, затем будет куда-то двигаться. Потом исчезнет. Все это мы можем сделать прямо на одном слайде. И основы я вам покажу в этом уроке. Ну и дальше идет у нас показ слайдов. То есть здесь мы можем тестировать созданную нами презентацию. Дальше ретензирование. То есть мы можем проверить орфографию и так далее. Вид презентации. Мы можем сортировать слайды. Изменять размер. Ставить сетку уже знакомую нам для того, чтобы правильно спозиционировать ровненько объекты. Ставить линейки, по которым мы также можем ориентироваться. Добавить направляющие, с помощью которых мы также можем выравнивать объекты друг относительно друга. И так далее. То есть вот это все у нас находится на вкладке вид. Ну и настройки. Это дополнительные какие-то программы могут совместно работать с нашей презентацией. Итак, сейчас мы можем перейти непосредственно к разработке нашей презентации. Называется наша презентация устройство компьютера. Вот именно так мы и напишем в нашем заголовке. Устройство компьютера. Поскольку это заголовок, мы можем делать больший размер. Сделать жирный шрифт. И выбрать, допустим, либо красный цвет, либо какой-нибудь темно-синий. Ну тот, который нам понравится. Можно оставить просто черный цвет. Здесь мы можем вот эти объекты перетягивать, позиционировать друг относительно друга. Кстати, вот эти заготовки, то, куда мы вводили только что текст, и вот под заголовок слайда, это подсказки самой программы. Мы же с вами сможем самостоятельно вставлять тексты в любое место нашей презентации, которое нам нужно будет. Для этого входим на вкладку ставка, выбираем надпись и выбираем какую-то область для текста. И здесь уже пишем текст. Вот это будет у нас одним объектом. Таких объектов мы можем создавать несколько. То есть мы можем выделять этот объект, копировать его. Для этого выделяем его, правую кнопочку мыши, копировать, правую кнопочку мыши и вставить. Вот у нас этот объект появился. Можем использовать комбинации горячих клавиш. Ctrl-C это скопировать, Ctrl-V это вставить. И можем размещать их в любом месте нашей презентации, под любым углом, так как нам это нужно. То есть вот за эти маркеры мы можем вращать наши тексты. Точно так же, как и любые другие объекты. И так далее. Ну и поскольку у нас здесь были уже заготовки какие-то, то мы можем использовать именно их. Нам разницы нет. То есть это обычный текстовый блок, который мы можем вставить вот так, как только что посмотрели. То есть мы можем пользоваться готовыми, либо вставить свои. Разницы нет. Дальше уже идет форматирование текста внутри блока. То есть мы его выделяем. И здесь уже делаем размер. Выбираем шрифт, какой нам подойдет. Выбираем начертание, курсивное, подчеркнутое, с тенью, цвет и так далее. И точно так же эти блоки, которые нам предлагают ввести, мы можем удалить. Для этого выделяем его. Вот наводим курсор. У нас появляется такой указатель в разные стороны. Щелкаем левой кнопочкой мыши. Видим, что он выделен. И нажимаем Delete. Вот таким вот образом у нас удаляется этот подзаголовок слайда. И сюда мы можем поместить картинку. Картинка вставляется следующим образом. Переходим во вкладку Вставка. И здесь выбираем рисунок. При таком варианте Вставки изображений нам будет предложено найти рисунки на нашем компьютере. Но если у нас не будет таких картинок, вот допустим, здесь нам тюльпаны никак не подходят. Потому что мы говорим о компьютере. То нам нужно будет брать картинки где-то в другом месте. В частности, мы их можем легко найти в интернет. И это мы сейчас также рассмотрим этот вариант. Либо можем зайти в Вставку, выбрать картинки из коллекции. И здесь уже найти подходящий нам фрагмент изображения. Допустим, вот компьютер у нас. Вставляем. Он здесь появляется. Конечно же, намного проще использовать поисковые машины и находить эти картинки для своих презентаций в интернет. Для этого открываем браузер. С самой программой браузер мы с вами еще познакомимся. Браузер это специальная программа, с помощью которой мы можем перемещаться по сайтам в интернет. Она их загружает в том виде, в котором они должны быть. Загружаем эту программу. Видим, здесь у нас есть строка адресная. Здесь пишется адрес сайта. И после того, как мы написали адрес сайта, например, яндекс.ру, либо я.ру, это сокращенно сайт Яндекса, мы можем ввести соответствующий запрос, который нам понадобится для нахождения нужной нам картинки. Ну, например, компьютер. Нажимаем Enter, либо кнопку найти, и видим, что у нас есть такая вещь, как Яндекс.Картинки. Вот мы сюда можем переключиться, либо вот здесь Яндекс.Картинки найдено 8 миллионов картинок по запросу компьютер. Просто переключаемся в этот раздел. И здесь у нас довольно-таки много различных картинок, которые мы с вами можем выбрать для нашей презентации. Ну, допустим, возьмем вот такую вот картинку. Нажимаем ее. Нажимаем правую кнопочку мыши. И здесь выбираем копировать картинку. Скопировали картинку. Эту выделяем, удаляем. И здесь нажимаем Ctrl-V, либо правую кнопочку мыши «Вставить». И размещаем эту картинку так, как нам нужно. Вот у нас появился самый главный слайд, который называется «Устройство компьютера». Это слайд с темой нашего урока. Дальше мы можем создать следующий слайд. Для этого нажимаем правую кнопочку мыши и выбираем «Создать слайд». Здесь нам опять же предлагается ввести заголовок и текст слайда. Причем здесь мы можем либо табличку выбрать, либо диаграмму. Вот это вот все у нас идет в качестве подсказки. Мы можем этим не пользоваться, а можем просто вставлять свои какие-то блоки, которые нам нужно. Ну допустим, самое главное, с чего у нас начинаем мы рассмотрение компьютера, это системный блок. Вводим соответствующий запрос в браузере, в Яндекс.Картинках, системный блок. Нажимаем «Найти» и находим подходящую для нас картинку. Нажимаем правую кнопочку мыши «Копировать картинку» и здесь вставляем изображение этого системного блока. Теперь мы можем работать с данной картинкой и показывать на ней, что находится внутри нашего компьютера. Ну соответственно, мы можем скопировать форматирование нашего заголовка. Для этого выделяем объект, например, текст. Нажимаем «Копировать по образцу» и задаем это форматирование. То есть выделяем весь текст системный блок для этого заголовка следующего. Теперь мы давайте поставим себе такую задачу. Допустим, нам нужно, чтобы на этом слайде мы схематически показали, что где находится. Ну допустим, вот у нас процессор. Здесь у нас оперативная память находится. И так далее. Здесь жесткий диск. Вот давайте покажем эти хотя бы три объекта. Как их показать? Будет, конечно же, хорошо, если мы их подпишем. Для этого входим в вставку. Выбираем инструмент «Надпись». И здесь пишем «Процессор». Вот после того, как мы написали «Процессор», можем увеличить размер. Потому что, скорее всего, вы будете показывать это на проекторе. И нужно будет, чтобы данные надписи были видны издалека. Поэтому мы их делаем большим шрифтом и можем даже сделать жирным. Теперь мы должны показать, где находится этот процессор. Для этого, опять же, входим в вкладку «Вставка». Выбираем фигуры. И выбираем стрелку, с помощью которой мы покажем, где находится этот процессор. Вот. У нас появилась такая стрелка. Но она практически незаметна. И для того, чтобы ее стало лучше видно, давайте мы ее отформатируем. То есть, изменим форму этой стрелки. Дважды щелкаем по ней. И у нас появляется средство рисования. Формат. То есть, уже знакомый нам инструмент, как появлялся при форматировании картинок в программе Microsoft Word. Дважды щелкаем по нему. И здесь выбираем такую стрелку, чтобы было все заметно. Ну, например, вот такую вот зелененькую. Она видна у нас и на белом фоне, и на фоне этого системного блока. Вот мы показали с вами процессор. Теперь, для того, чтобы нам заново не пришлось ничего форматировать, мы можем взять просто этот текст, нажать Ctrl-C. То есть, зажимаем клавишу Ctrl и нажимаем кнопку C. То есть, это произойдет копирование. Либо правую кнопку мыши и выбрать команду копировать. И затем Ctrl-V, либо правую кнопку мыши вставить. У нас вставляется с таким же форматированием еще раз процессор. Но теперь мы поменяем это название на оперативная память. Ну, давайте сокращенно, ОЗУ на языке компьютерщиков. ОЗУ. И точно так же мы можем скопировать и вставить стрелку. Комбинации клавиш Ctrl-C, Ctrl-V. Показываем, где она находится. И показываем, что это именно оперативная память. Дальше копируем опять процессор. И теперь мы покажем, где у нас находится жесткий диск. Жесткий диск. Копируем стрелку. Ctrl-C, Ctrl-V. Показываем, где находится этот жесткий диск. Вот здесь. И показываем, откуда идет стрелка. Вот таким вот образом мы можем наглядно делать различные схемы на картинках. Все, что нам нужно показывать. Я не буду рассказывать дальше, создавать эту презентацию, потому что основы вот здесь все даны. Сейчас мы лучше с вами рассмотрим различные действия, которые мы можем совершать еще над этими объектами, которые мы только что добавили. Вот таким вот образом мы можем вставлять и фигуры, и фотографии, и диаграммы какие-то, надписи, все, что угодно на наш слайд. И перемещать, позиционировать так, как нам это нужно делать максимально наглядным наши презентации, которые помогают донести до учащихся учебный материал. Теперь давайте перейдем к следующему. Смотрите, после того, как у нас создана презентация, мы периодически сохраняемся. Обратите внимание, что мы сначала сохранились, а теперь еще раз сохраняемся. Мы можем начать ее показ. Переходим во вкладку показ слайдов и нажимаем сначала. Кстати, могли бы нажать просто F5, и тогда бы у нас начался бы показ слайдов. И здесь у нас пока что просто появляется первый слайд, и сразу появляется второй слайд. Давайте посмотрим, что такое переходы. Ну, допустим, для этого слайда сделаем эффект выцветания. И опять нажмем показ презентации с помощью F5 клавиши, и нажмем мышкой. Мы видим, что у нас произошел плавный переход от первого слайда ко второму. Это то, что касается вот этих переходов. Ну, довольно-таки красиво смотрится. Можно использовать. Теперь давайте сделаем так, чтобы мы постепенно рассказывали и показывали нашим учащимся, где у нас находится процессор, где АЗУ, где жесткий диск. То есть мы так сделаем, чтобы сначала у нас появилась надпись «Системный блок» и сам системный блок. А уже только потом в процессе рассказа у нас появится процессор и показывает стрелочка, где он находится. Оперативная память и стрелочка, где он находится. Жесткий диск и стрелка, указывающая, где он находится. Для этого мы должны использовать анимации. Ну, например, выделим вот эти два объекта. А выделяются они следующим образом. Нажимаем один раз левой кнопкой мыши на один объект. И нажимаем клавишу Ctrl, держая ее, нажимаем второй объект. То есть вот эти два объекта у нас должны появиться одновременно. И тоже для них зададим эффект выцветания. Вот у нас появился этот процессор. Вот смотрите, даже если мы сейчас нажмем «Показ слайдов», у нас все есть, но только по щелчку мыши появляется процессор и показывается, где он находится. Для того, чтобы было удобно работать с анимацией, мы можем включить область анимации. Давайте вот эти картинки закроем, они нам уже не нужны. Включаем область анимаций и видим, что здесь у нас появляется все. То есть изначально на слайде размещено все, кроме вот этого объекта, который у нас появляется по щелчку мыши. А текстовое поле процессора у нас появляется сразу с предыдущим. Вот если мы курсор мышки наведем, мы видим, что подписано с предыдущим, значит он появляется сразу после появления стрелки. Таким образом мы можем добавить эффекты для других объектов. Ну, например, для этой стрелки мы видим, что двоечка появилась. Для оперативного запоминающего устройства, но в этом случае, смотрите, появится сразу стрелка, а потом азу. Для того, чтобы вот этот объект текстовое поле азу появилось вместе со стрелкой, мы выбираем вот здесь запускать вместе с предыдущим. То есть вот здесь у нас последовательность алгоритм появления всех очередных каких-то объектов, которые будут у нас на презентации. И они подписываются номерами. Допустим, первый номер, второй номер, здесь будет третий номер, когда мы это сделаем и так далее. То есть два, два, значит они появятся одновременно. До того, как мы выполнили появляться вместе с предыдущим, мы видели, что здесь было два, а потом три. Соответственно, они появлялись не вместе, а последовательно один за другим. Поэтому выбираем запускать вместе с предыдущим. Либо использовать вариант, который я вам показал сразу. То есть выделяем стрелочку, нажимаем Ctrl, держа этот Ctrl, выделяем еще один объект. И для них сразу делаем для двух объектов выцветание. Тогда они вот сразу два появляются. Итак, давайте запустим на просмотр нашу презентацию. Здесь мы говорим тема нашего урока, устройство компьютер, рассказываем что-то. И показываем системный блок. И как только речь заходит у нас о процессоре, мы нажимаем кнопочку мыши и показывается, где находится этот процессор. И мы рассказываем про процессор, какие функции он выполняет. То есть дети не отвлекаются на другие какие-то элементы нашей презентации. Дальше нажимаем, когда рассказываем про АЗУ, оперативное запоминающее устройство. Нажимаем кнопочку мыши, показываем где она находится. То же самое делаем с жестким диском. Вот таким вот образом мы можем работать с анимациями в программе Microsoft PowerPoint. И вот этого вот всего, что я вам только что рассказал, достаточно будет для того, чтобы вы могли полноценно использовать презентации на своих уроках в школе. Ну а если захотите более подробно разобраться, опять же не бойтесь экспериментировать, потому что у вас всегда есть кнопочка отменить. Что-то не получилось, отменили, заново попробовали, отменили, попробовали и так далее. Мы можем вставлять любые объекты, размещать их, крутить, вращать так как нам нужно. В любой момент мы можем что-то показывать и что-то будет исчезать. Ну например, давайте еще такой пример разберем. Вот у нас появляется процессор, показывается и теперь он должен исчезнуть. Потом АЗУ покажется исчезнет, жесткий диск покажется и исчезнет. Вот для этого мы можем опять же выбрать эти объекты, перейти в анимацию и вот здесь в области анимации есть еще такой пункт добавить анимацию. То есть для этих же объектов мы можем делать сколько угодно различных анимаций. То есть они могут появиться, они могут куда-то переехать и потом они могут исчезнуть. Для этого выбираем добавить анимацию и выбираем допустим эффект выхода, ну например растворение. То есть они вот таким вот образом интересным исчезнут. Причем нам нужно, чтобы вот это исчезание произошло перед тем, как появится АЗУ. Потому что сейчас оно у нас четвертым по очереди идет действие. Для этого выделяем вот эти два пункта, которые находятся в области анимации и мышкой мы их можем перетащить в нужное нам место. Вот теперь смотрите, процессор появился, исчез, АЗУ появилась, пока не исчезла. Сейчас для него тоже такие анимации зададим и то же самое сделаем для жесткого диска. Итак, выбираем АЗУ, добавить анимацию, эффекты выхода, растворения. Перемещаем после третьего. Теперь выбираем жесткий диск и стрелку для этого жесткого диска, эффекты выхода и растворения. То есть для любого объекта, я хочу, чтобы вы поняли, мы можем задать свой сценарий поведения на данном слайде. И теперь давайте запустим презентацию на просмотр. То есть рассказываем про устройство компьютера, говорим о системном блоке, показываем процессор. Рассказали про процессор, чтобы он не отвлекал, нажали кнопочкой мыши, он исчез. То есть появилась АЗУ, нажали кнопочку мыши, исчез. Появился жесткий диск, нажали кнопочку мыши, исчезла эта надпись. И пошли дальше. То есть вот такие вот фокусы мы можем выполнять с помощью программы Microsoft PowerPoint. Ну а добавлять сами объекты очень просто, намного проще, чем работать с анимацией. Я постарался в этом уроке разобрать самую сложную часть работы с презентациями. Вставлять же объекты довольно-таки просто. Выбираете объект, вставляете, как хотите его располагаете, за угловые точки перемещаете, так как вам нужно, как вам удобно и так далее. И опять же не забываем про кнопку отмена. Ну естественно, когда вы подготовили свою презентацию, нам ее нужно сохранить. И потом, если нам нужно эту презентацию взять с собой на урок, нам нужно зайти в свою рабочую папку, скопировать эту презентацию на флешке и уже использовать ее потом на своем уроке. Итак, на этом уроке мы с вами практически полностью разобрали все, что вам может понадобиться для работы с презентациями для ваших уроков. И в следующем уроке мы начнем интересную тему – работа с интернет. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...